здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта у нас небольшая катастрофа сломал планировочек своего сына макс я прости ты вырастешь и будешь смотреть этот ролик видишь как твой папа бестолочь поломал твой fox друзья почему я бы поломал fox я хотел вам показать мы вчера попали в интереснейший режим я его называю так глубокое скольжение устойчивое скольжение когда планер скользит сам и скольжение выходить не хочет и помог мне его так сказать открытие мой друг влад ватт только посмотри на глубоковажаемых любителей это спорта как ты могу как ты это сделал я все могу как никаких усилий не провалял все сделал точно все сделал точно что вчера с нами было вчера вот такой же атмосферной волне такой же только другой влад сделал совершенно ламинарном воздухе такой разворотик сделал его без ноги дал очень сильно ручку мы в атмосферной волне и только что у нас был такой интересный инцидент мы поймали глубокое скольжение как я это называю и поймал я его не первый раз но сейчас это было настолько ярко потому что что такое волна это очень перед управлений даже бросил очень плавная такая конструкция ощущение что планер как будто вклеен стекло то есть ничего никому понятно что нитка все равно вот она шевелится потому что но в остальном видите все ровненько планер не трясет то есть волна прекрасно тем что видны любые греки пилотирования посмотрите я сейчас двину ручку чуть чуть-чуть видите возникает скольжение то есть я скольжение вижу и сразу ученику говорю как почему без педали сейчас нажимаю правую педаль эти скольжи не ушло то есть как раз волна является лучшим местом для чистки так сказать навыков пилотирования то есть внешние возмущение минимум разве что восходящий поток как час выше вы подниматься не можем потому что за кислород кончился у нас и мы там отдали баллон на заправку не успели все это заправить завтра дадут волну получше поднимется на 5 800 без кислорода выше 4000 нельзя будет болеть голова отбирать мозг и так далее так что вы выше не лезем и на этой высоте остались тренировать развороты право влево вправо влево ученик влад очень старался но сделал одну ошибочку и очень яркую я вам сейчас ее покажу как это выглядело ну смотрите летел он так летел и потом решил на скорости до относительно низкой 100 килотров час резко повернуть налево зачем резко я уж не знаю но творите что он сделал так вот я убрал ноги с педалей поэтому нам тоже ноги с педали хитро не держал ноги на педалях потому что шалил ногами и решил значит минимизировать ими движение ручку он дал резко я сейчас тоже так дам смотри вот а потом в нейтрали видите что пошло резко ручку об об пошло а устойчиво все убираю ноги и смотрите снижение час замеряем сколько же будет снижение пока прибор минус 6 метров в секунду показывает то есть вот на этой бяки мы 6 метров в секунду теряем вот это я придумал режимчик посмотрите вот как нитка показывает откуда воздух натекает совершенно раком прибор указатель скорости не работает вырубила той скорость я даже не знаю какая мне сейчас ручка у меня почти ну достаточно сильно на себя дана в видите ого-го-го-го-го смотрите как параком летим даже разворачивает потому что смотрите что произошло правая как будто до упор дана видите а левая вот вот такой нифига себе планер поворачивать налево но за счет того что ручка дана энергично расход элеронов большой этот элерон сильно опустился вниз этот элерон поднялся вверх соответственно возникает здесь меньше подъемная сила здесь больше планер уходит в крен и одновременно вот сопротивление этого крыла не больше чем сопротивление этого крыла планер еще вот так вот проворачивает то есть получается так и вот так и дальше планер идет плугом то есть да он какой-то крен сделал потом влад крен убрал но планер все равно идет вот так боком он летит не так вот ровно на вас да нет народу ровно так а летит вот так боком и летит устойчиво я сначала не мог понять почему он еще летит устойчивый вдруг начинает еще и вот так поворачивать то есть совершенно какой-то маразматическая ситуация а оказалось что лад педали отпустился ну не со страху может просто жать на них боялся сильно а руль направления который обтекался вот так боком то есть план планер же летит боком на руль направления воздействует вот на вот это перо воздействует сила и руль направления отклонился вот так то есть воздух будет набегать на планер вот таким углом если этот угол достаточно большой то и руль направления не держать лапой то руль направления вот этим вот косым обтеканием вот таким вот вот отсюда будет набегать вот и повернет и пойдет параллельно но это создаст уже некое динамическое воздействие я поясню свой восторг на много лет назад когда я летал на пят планере янус м у меня уже возникла такая ситуация одни возникла с учеником александром который летал вот с таким как большим фотоаппаратом это длиннее меня вот такой длинный фото он реально еле в кабину помещался ну не фотоаппаратом объективом и он фотограф делал великолепные снимки он подарил два альбома мне красивейших саша привет и он заповедник киберкор фотографировал птиц ну а я соответственно летал прекрасно вот мы рядом с этими птицами полетали мне он такой весь довольный горит классные получились фото ура ура я говорю ну давай теперь ты полетай вот берет ручку и начинает летать и тут в какой-то момент птиц реально в заповеднике виркор много я вижу что мы летим в птицу какую-то и вижу что он ее не видит и ничего не предпринимает а мои ноги были сняты с педалей вот представьте саша летит я вижу птица резко даю ручку без ноги и дальше вот планер попадает вот такую ситуацию гудит падает вообще непонятно что происходит я думаю штопор ай-яй-яй вот такое примерно было положение я не знаю что творится идет легкое вращение и в этот момент саша кричит прыгаем прыгаем или нет волков что мне делать мы прыгаем я делаю что нейтрально ноги и ручку от себя вот он планер ожил и полетел об смотрите чпунь об и ожил планер ну то есть есть некоторые элемент вращения не сильный плюс будет плюс не показывает ничего скорость почему скорость ничего не показывает потому что настолько планер вот он обтекает его воздухом но если воздух под большим углом приходит приемником воздушного давления то естественно они показывают ерунду там цену на дровах данном случае 0 вот глава вы видите скорость вырубает дрожит все как бы руль направлении оторвать так это столько кардинально отличается от стопора потому что ну стопор это никакая не проблема смотрите ну вот я сейчас теряю скорость ручка на себя вот видите на себя полностью он свалился кстати начал даже закручиваться я ручку отпустил все это дело вывел я сейчас хочу выпустить летающую камеру интереснейший кадр должны быть включаем запись запись пошла мотор так и пошла камера скорость делай 90 80 самую минимальную который можешь держать вот хорошо и так мы теперь вооружены передовой магией но спусте камерой я могу еще разочек повторить вот так сказать этот интереснейший режим идем против ветра но это кстати сейчас неважно некоторые кстати говорят а как вы хвост ветру подставляете еще что-то друзья вы когда в речке плаваете так сказать вы там повернулись вы как течение попу подставляете движетесь в воде вы даже течение чувствуете никак кроме как посмотрев на берег что вас несет поэтому вот иногда приходится реально уже взрослых людей и учить относительности движения солнышко немножко мешает съемки и так я попытаюсь проимитировать режим как он возникает треска ручку чуть педаль а вот поймал я уже убрал ноги вот ноги мои на педалях не стоят вот этот режим вращение скорость еще видео на нуле ну или на двух снах и нас вот так вот крутит пренеприятнейшим образом и что вот в этот момент подумайте плоский штопор но нет потому что на плоском штопоре была бы так сказать вращала будет значительно быстрее нас вот правая педаль данном случае провалена полностью левая руль направление свернут я думаю будет это хорошо видно еще и на так сказать задней камере если она вообще-то снимает ну вот как как это выглядит у режим устойчивый подклад подними руки вверх вывести из режима да надо педали ровно поставить или давайте попробуем я отдал ручку от себя видите все все это прекратилось то есть это еще элемент относительно низкой скорости до достаточно видите ручку от себя дать и все хорошо а режим был устойчивый что я в этом случае делал то есть ручка у меня была не нейтрально то есть когда планер вот пошел в это скольжение так далее он пытался опустить нос я ручка ему не дал соответственно он он хочет выйти то есть планер dg500 очень устойчив очень надежен очень прекрасен очень красив поэтому он хочет прекратить безобразие начатое тупыми пилотами но если немножечко там например рукой не давать ему опустить нос то прекрасно в этой ситуации а как раз когда влад делал разворот в развороте нужно немножко нож придерживать если мы работаем в динамике что вчера и было в другой приходим ну как поворот делается мы сдаем ногу левую ручку влево создаем необходимый крен дальше нейтрально ручка чуть на себя чуть против крена и вот планер необходимый разворот потом ручку опять вправо правая педаль и опять нейтрально ну а в момент разворота приходится чуть-чуть то есть видите в планер отстабилизирован на скорости например 100 ну и вчера он где-то было 100 120 вот видите мои руки не управляют в ладу тоже соответственно если я сделаю поворот не взяв ручку на себя но смотрите я сейчас ручку на себя не смогу взять просто пальчиком ее даю и ну естественно дал педаль пить и нос опустился и нейтрально и скорость возрастает в развороте но сейчас она где-то 150 возрастет и получать чтобы не красивый разворот с разгоном вот она опять стабилизировалась поэтому именно приходится давать ручку чуть не себя в самом процессе вот когда планер вот он вращается у меня ручка чуть-чуть на пару миллиметров дана вот видите скорость остается стабильной но это классика почему такое происходит потому что планер пытается поддерживать устойчив по углу атаки и в момент когда выполняется разворот перегрузка действующая на планер ну например 45 градусов будет 1 и 4 в 1 4 раза больше подъемной силы соответственно подъемную силу можно увеличить какими способами увеличить скорость подъемная сила квадратично пропорционально квадрату скорой скорости или увеличить угол атаки собственно угол атаки мы увеличиваем взяв ручку на себя естественно что брать ручку на себя стоит так сказать разумно и в нужной ситуации потому что если например вы по какой-то причине задрали нос планеру ну например там заходите на посадку чем-то задумались куда-то посмотрели скорость падает 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 не щас имитирую ситуацию вот планер даст нос просто опускает он стопор не сваливается дгшка при несмотря на 22 метровый размах просто великий аппарат сейчас я затрал сильнее час она свалится довольно энергично нос опустит честно прошутирует не смотрите дальше летит вот это вот наглость ну-ка давай-ка свалить к славу влад и не кушал с утра что ли или покушал наоборот хорошо и передрал я теперь ну пусть так свалится об смотрите чпунь оп и ожил планер но я ручку отдал часто ошибкой новичков является то что ну не новичков они опытных пилотов которые там пугаются и делают глупость которую теории не учили является при резком опускании нос дать дача ручки на себя вот вы летите там особенно когда на самолетах летает это мотор тащит ну человек потерял скорость и вот этот опускание носа вниз это является защитная реакция планера он пытается дать ну или самолета дальше лететь то есть вот все если я буду держать ручку дальше по и будет штопор но я ручку отдал нейтраль если эта штука ожила и дальше полетела поэтому но как бы не нужно нужно понимать зачем ручку на себя для чего если нет скорости ручку на себя брать нельзя ни в коем случае ну и теперь допустим давайте уж я проимитирую ситуацию с камерой на хвосте когда я все-таки еще и скольжение создам вот я теряю скорость теряю 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 вот он минимальная сейчас даю ногу еще об ведь он и и вращаться начинает естественно я сейчас не буду крутить стопора не для этого этот планер создан хотя конечно можно виток другой я его проверял несколько витков на нем делал но мне хочется насиловать борт который не сильно предназначен для обучения высшему пилотажу вернемся же к изобретенному нами режиму глубокого скольжения и так пробуем еще раз потому что сейчас сзади облака должен быть красивый кадр резко ручку оп оп пошло устойчиво все убираю ноги и смотрите снижение сейчас замеряем сколько же будет снижение пока прибор минус 6 метров в секунду показывает вот на этой бяки мы 6 метров в секунду теряем вот это я придумал режимчик посмотрите вот как нитка показывает откуда воздух натикает совершенно раком прибор указатель скорости не работает вырубила той скорость я даже не знаю какая мне сейчас ручка у меня почти достаточно сильно на себя дана вращение продолжается скорость снижения 0 метров в секунду как так а волна то есть настолько сильная волна что она не дает нам снижаться сейчас мы реально друзья посмотрите 0 еще раз облака на ваших голубых экранах какой кайф лад ты гений друзья вы можете спросить волков как же ты можешь сказать в такой ситуации еще и ржать ну а чем я вот так сказать я ручку отпущу планер ожил и полетела скорость кстати была не так какая была стабилизируется на 130 и сейчас мы сразу же входим в атмосферную волну вот она перед этим облаком ничего нового сейчас буду допрыг и даже посмотрим какая там будет скороподъемность до высота у нас 2600 пока влад мужественно набирает высоту но я попробую вам еще рассказать же ту самую интересную историю на верхоре которая случилась и так когда мы уходя от птицы я свой нечаянно свалил этот планер вот этот режим вот этот планер намного так и 500 при 22 метровых крыльях намного я лучше я носа cm я вам точно говорю что я нас просто сам вот воткнулся вот в этот режим дальше пошел вот так лугом и пошел еще с этим вращением и это вращение но я понимаю что вращение не сильно и я понимаю что это скорее всего не штопор а что это я понять не могу отсылку никак не получается не понять и в этот момент саша засуетился дыши кстати первый пилот не дышит здесь сразу прибор орет а или я не дышу говорю слишком много саша в этот момент поднял спрятал засунул вот это огромное подружие себе за пазуху на взялся за замки просто футброса фонаря и там волков мы прыгаем какой прыгаем еще все кучи высоты на я и в этот момент думаю блин ну и точно вот вот верхор заповедник сейчас мы значит из планера выпрыгнем еще в заповедник подземлимся то есть вообще будет огонь на эти скалы на этих орлов заклюют еще а планер в этот момент шуршит и я не очень понимаю что делать что ручка у меня была в нейтрале здесь видели я ручку отпустил планер чпок как пробка из бутылки выскочил из этого скольжения а там нет педали по моему там тоже уже были в нейтрале то есть янус хватило и без вот этого чуть поддатой педали да и он шуршит вот устойчиво классно шуршит с небольшим вращением но я вижу что ничего такого сверх страшного не происходит я вижу на индикатор скорости смотрю скорость 0 ну или 200 то есть ну то есть или максимум или 0 то есть стрелка вырублена мне конечно в тот момент я был еще не таким опытным пилотом и сейчас я опытный конечно далеко мне до моего учителя клауса ольмана не смог сообразить то есть честно скажу да вот эти вот секунды когда это все шуршит внизу планета впереди человек который готовится прыгать с парашютом а если он выпрыгнет мне уже не летать потому что центровка управил планера неправильная все я сделал достаточно верное движение я дал ручку от себя достаточно энергично то есть так наклонил сильно нос планера и это сработало то есть что получилось вот он идет в этом скольжение с этим большим вращением наклонение носа планера причем энергия тратится на вот это нехорошее обтекание то есть планер обтекается раком снижение большое все это вместе а дальше когда наклонил нос обтекание руля направления стало лучше это вытащило планер из этого скольжения то То есть как стрела летит, вот это оперение позволяет лететь еровно, так и планер в данном случае стабилизировался. В принципе, если делать, например, небольшое скольжение, то есть если мы работаем только элеронами, то получается небольшое скольжение, это летит боком, на руле направления возникает сила, которая возвращает планер к симметричному обтеканию. Сейчас покажу. Смотрите, для разнообразия вправо я лучку двинул. Оп, двинул, возникло скольжение. Ну, без педалей двинул. Дальше планер опустил нос, выровнялся, ну, почти выровнялся. Давайте я крен уберу, опять же, без скольжения, без педалей. Вот планер выровнялся. Ну, кстати, вот, 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 без педалей, вот он опять перешел в этот дурацкий режим. Сейчас, вот я умудрился, как Влад сделать все. Вот он, вот он момент истины. Влад, я смог, как ты, без педалей. Вот, друзья, не летает планер без педалей. Давайте я сейчас просто педали выровняю. Ручку не трогал, достаточно выровнять педали, планер перешел на нормальный режим полета. Щелкает внизу, это не планер разваливается, это створка шасси открывается и закрывается. Ну, ладно, я хотел вам показать именно идею, что можно рулить только ручкой управления. Надо просто чуть поплавнее это сделать. Вот, смотрите, я делаю крен. Возникает вот это скольжение, то есть без педали, если вот. Теперь идет режим разворота с небольшим скольжением. И теперь, смотрите, я ручку в другую сторону, тоже возникает скольжение. Сейчас я ручку чуть отдал от себя, чтобы не попасть опять в этот режим глубокого скольжения. Видите, сейчас постепенно нитка выровняется, несмотря на то, что я на педали не нажимаю. Видите, там все ровнее, 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 ровнее. Но все равно немножко отклонена. Даже не знаю почему, сейчас нажму на педаль. Вот. О, сейчас ровненько. С педальками подровнял, но в целом, вот как она сама выровнялась, все более-менее нормально. А теперь давайте посмотрим, можно ли только одними педалями рулить. Я отпустил ручку и теперь, смотрите, хочу сделать, так сказать, разворот педали. Вызывается плохое скольжение, это штопорное скольжение. То есть, если педаль сильнее надавить, то будет ой-ой-ой. И вот некий крен, планер в этом крене управляется прекрасно. То есть, в смысле, поворачивает прекрасно. Теперь даю на правую педаль. Немножечко без фанатизма, иначе можно действительно свалиться. Ручка при этом отпущена. Возник крен. И видите, опять прекрасно идет режим разворота. Как это теперь планер выровнять? Даю левую педаль. Интересно, получится у меня по прямой летать? Я, друзья, такого еще, кстати, ни разу не делал. К своему стыду. Надо было когда-нибудь попробовать порулить одними педалями. Смотрите. Да, вот я. Вот я лечу по прямой. И педалями, по сути, от крена планер защищаю. Сейчас чуть... Вот. Сейчас, видите, легкий левый крен развился. Я чуть правую педаль. То есть педали заставляют возникать крен. Почему это происходит? Педали заставляют возникать скольжение, а скольжение вызывает крен. Ну, поясню еще раз. Вот смотрите, я сейчас, например, в левую педаль нажал. Видите, возникло скольжение. То есть правое крыло поддувает больше. Оно поднимается вверх. Вот возник крен. И дальше крен вызвал уже изменение курса. Теперь, чтобы это остановить, я даю правую педаль. Ведь скольжение идет в другую сторону. Теперь под левое крыло поддувает. Оно поднимается вверх. И направление полета планера меняется. То есть, да, в какой-то исключительно аварийной ситуации, наверное, можно было бы одними педалями хоть куда-то привезти планер. Я не уверен, что посадить, потому что держать крылья параллельно горизонту будет сложно. Видите, еще подангажу это все гуляет. Но вот подангажу я ручкой остановлю это. А то мы сейчас еще куда-нибудь свалимся. К какому облаку мы прилетели. Давайте немножко рядышком пролетим. Влад все боится, что я ему волну потеряю. Я ему говорю, да ты не бойся. Я сто раз так делал. Давай одним глазком к облачку подлетим. Здесь мы, кстати, минуса большие отхватим. Это та часть облака, где живет мощный нисходящий поток. Насколько мощный? Ну, смотрите. 6,7 метров в секунду. То есть здесь воздух падает вниз. Реально падает. Сейчас рядышком пролетим. Видите, загребает. О, вот. 7,7. 8 метров в секунду. 8. 8 метров в секунду здесь шуршит. Вот, запунись. Да, тут я, пожалуй, и с Владом почти соглашусь, что пора нам отсюда валить. Чтобы в волну еще вернуться. Да, валим. Это тот случай, когда самое время вернуться в нашу волну. Наша волна где живет? Почему, думаете, друзья, такой спокойный? Да потому что я знаю, где волна живет. Вот там. Сейчас мы быстренько до того облачка долетим. Пойдем на нем вверх. Видите, на одних педалях не получается тем, что планер по тангажу качается. В принципе, по тангажу можно с помощью закрылка немножко с ним работать. Вот сейчас я нос продержать. Закрылок на себя. Во. Вот, вот. Если использовать закрылок, то можно вполне себе рулить и одними педалями. Смотрите. Оп. Это идея сейчас. Реально педалями заставляю в волне планер управляться. О, Влад, ты посмотри, как я могу. Кстати, ты посмотри, как я могу, так сказать, максимальное количество катастроф сегодня, может, случается. Но тут уж смотрите, реально получается. Вот. Я сделаю какой разворот. Это мы в какую-то гаку попали. Так, теперь надо убрать крен. Левая педаль пошла. Нос опускается, я закрылок на себя. О, Влад, я управляю без ручки. Закрылками, педалями. Ты видел? Друзья, это вообще кайф открывать что-то новое. Я не скажу, что изобрел. Я смотрел ролики, как, ну, сама теория, как как раз можно пилотировать. Ну, там, закрылок. Я уже на каком-то канале был пример, как, в принципе, при отказе какого-то из органов управления. Там, не знаю, можно хоть что-то делать, так сказать, другими органами. Радиопланиристы, кстати, часто поворачивают только с помощью руля направления. То есть, там есть целая философия, что, мол, надо поворачивать радаром. Ну, руль направления радаром поворачивают. И все. Но при этом надо понимать, что, когда вы поворачиваете только рулем направления, вы всегда поворачиваетесь через скольжение. А скольжение – это сопротивление, это потеря энергии. Поэтому, ну, поворачивать вот так, как вот сейчас я пилотировал планер только рулем направления, ну, по меньшей мере глупость и неэффективность. Там есть какие-то нюансы, связанные с тем, что вот в микропотоках, в которых они летают, вот именно чисто рулем направления поворот, возможно, с вот этим скольжением, что-то им дает, я не знаю. Но я знаю одно, что грамотный хороший поворот – это создать крен, и с креном двигаемся с симметричного втекания. Это самый эффективный путь, как сейчас Влад летает. Никак я не закончу эту историю. Так вот, планер я вытащил, Янус, просто опустив нос, планер ожил и полетел дальше. Ну, все. Может быть, я дал противоположную вращению педаль, что тоже, в общем-то, способствовало бы. Я не помню уже. Но потом я этот режим поимитировал несколько раз, то есть резкая дача ручки. Планер действительно сваливался вот в это скольжение. Ну, и как-то дальше я попробовал, попробовал, понял, что нужно на малой скорости аккуратно работать, очень симметрично, и вот дальше летал долго и счастливо. Что этот планер делает нечто похожее, я не знал, потому что практически все развороты, которые я делал, ДГ-500 просто изумительный планер. То есть, вот, при размахе 22 метра, он и по штопуру устойчив, и вот с этими скольжениями все прекрасно. Ну, вот Влад открыл мне вчера глаза, мы получили режимчик, показали вам его, показали, может быть, больше, чем нужно. Пишите, насколько вам интересно вот такого плана экскурс, ну, не в глубокую теорию полета планера, потому что если залазить глубоко, надо там сейчас нудно рассказывать про кучу формул и всего остального. Ну, хотя бы просто посмотрите, как это бывает. И что можно из ролика выжить, скорость это жизнь, сложные ситуации, ручку от себя. То есть, в этой ситуации, опять же, при таком скольжении, дача ручки от себя выводит планер в нормальное, так сказать, положение. Есть один еще коварный режим, если уж ролик сегодня доделывает, то доделаем до конца. Собственно, штопор, понятно, дальше вот такое скольжение неприятная штука, и глубокая спираль. Глубокая спираль вообще дико опасная штука, потому что ее часто путают со штопором, и там отдача ручки от себя ничего не делает, она только увеличивает скорость и все, которая часто без того большая. Как выглядит глубокая спираль? А вот сейчас вам покажу. Представьте, я делаю спираль, например, там пою в потоке, и вот у меня спираль, пока она 45 градусов, все прекрасно. Дальше я, например, решаю, что я хочу почему-то больше. Ну, или есть такое затягивание спираль, потому что сейчас внутреннее крыло движется на меньшей скорости, внешне она больше, и крен имеет тенденцию усиливаться. Новичок это не всегда осознает, не всегда осознает, что ручку надо в этом случае давать чуть против крена. И вот крен усиливается, 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 вот он уже 60 градусов, допустим. И дальше движение ручкой на себя ничему ни к чему не приводит. Я даю ручку на себя, а планер нос не поднимает, потому что крен огромный. Поднять нос можно только, во-первых, педали одной, в данном случае левой. Я сам поймал такую неприятнейшую штуку на бланнике, у меня было часов 20 налета, я буквально первые свои парения делал, и я парю в потоке так же вот, вот парю, парю, довольный такой, потом думаю, надо кренчик чуть побольше, хотя вроде учебные крены там типа 30 градусов нужно, ну я там 40-45, я ж не боюсь. И потом в какой-то момент крен начинает расти, я помню же, ну как, ручку на себя? Ручку-то на себя, давай ручку на себя, и все будет хорошо. Чтобы поднять нос, уменьшить скорость. Скорость-то, кстати, растет, вот она, вот, растет она скорость, растет. Мы, кстати, набираем при этом. Растет. Я увеличиваю крен потихонечку, и он сам увеличивается, вот он уже большой-прибольшой. И вот это движение ручкой на себя, оно только закручивает планер, оно, видите, он даже увеличил крен в этот момент. Вот, нарастает скорость, растет, растет скорость, и растет перегрузка. Жалко, мои морды не видите. И вот я ручку против крена, и все, эта штука выходит. Элементарно, но когда вы попадаете первый раз в такую штуку, когда вокруг все воет, вот это вот, у-у-у-у, там скорость растет, что делать? Что делать? Крен убрать. Запомните просто это, дай бог пригодится. Если бы вы знали, сколько раз я своих учеников ловил на вот этом вот режиме, когда ученик начинает постепенно летать все с большим креном, и потом бац, в какой-то момент попадает на каком-то развороте, ловит большой крен, понимает, что надо, вроде как и скорость начинает расти, берет ручку на себя, а идет, ну, не реверс рулей, но получается, что стабилизатор в этом случае, нос планера, он, конечно, пытается поднять, но он увеличивает скорость вращения по вот этой вот, при этом развороте с большим креном, потому что, ну, представьте, этот режим уже становится неустойчивым. То есть, если взять там диаграмму перегрузок для установившихся режимов, то при 45-градусном крене будет 1,4 перегрузка, при крене 60 градусов будет 2, а при крене 90, ну, устойчивым режимом не будет, там в бесконечности будет стремиться перегрузка. Поэтому 60 градусов – это самый такой максимальный разумный крен, который еще можно более-менее контролировать на планере. И выход, если у вас нарастает крен, нарастает скорость, чувствуете, как вас сжимает кресло, идет перегрузка, это убрать крен. Не ручку на себя там тянуть, поднять нос, а убрать крен, и потом там хотите ручку на себя. Сейчас я вам покажу, как это выглядит, если, так сказать, вид на меня, как будет выглядеть. Вот примерно так. Сейчас скорость 120 уже где-то градусов 50. Сейчас попробую довести до 5. Вот, и сейчас ручка на себя ничего не решает, только увеличивает вот эту интенсивность вращения и перегрузку. Прям вот неприятнейшая перегрузка. И я убираю крен, и сразу же планер, оп, выскакивает, как пробка в бутылке, перегрузка падает. Кайф. Фу, ты живой там. Ну, почти. Да, почти. Влад, ты доволен произошедшим? Да, сначала я поздевался с инструктором, теперь он надо мной. Он показал все. Я очень доволен. Ой. Ну, ничего, мы кислородик подключим. Завтра на 5 по 700 пойдем на рассвете. Сейчас уже седьмой час, пора и на посадку. Ужинать хочется. Вообще, глубокие спирали обязательно должны учить в клубах. И я знаю, что учат в клубах, показывают развороты с большим креном. И к чему приводит увеличение крена. Собственно, к вот этому эффекту. Но, знаете, как иногда как-то что-то идет по конвейеру, кому-то что-то забыли сказать. Вот, и может это закончится неприятнее. Ко мне, например, забыли. Я летал, мне забыли. Понятно, что я тогда не дослушал полный курс еще. Но и потом, собственно, вот конкретно там, где я учился, в двух клубах, вот эту глубокую спираль, ее опасность как-то никто не разбирал. Это, наверное, было само собой разумеюще, что мой клиент типа не больше 45, там и так далее. Но вот вы понимаете, да, что сказать пару слов, так же, кстати, как и со скольжениями. Там, гнекнатический был случай, что я там предстаю ко всем. Типа, ну а почему возникает скольжение? Они говорят, ну как почему? Ну потому что возникает, потому что педаль надо давить. Ну подожди, а зачем нужно педаль давить? Ну потому что нужно давить. Ну то есть, знаешь, как это, где деньги берешь? В тумбочке. А кто в тумбочку кладет? Жена. А где жена берет? В тумбочку. В тумбочке. Ну неважно. Так вот, так же и здесь. Потому что. А все же просто, многократно, я вам про это рассказывал, на всякий случай еще раз, это во французской книжке, на шестой буквально странице написано, что когда планер, если работать элеронами, то есть мы работаем элеронами, на этом крыле и на этом крыле разная подъемная сила. И разная подъемная сила вызывает, за счет того, что у планера крыло достаточно длинное, то подъемная сила на вот этом большом плече, в данном случае сила сопротивления, вызывает вращение вот этой вот оси планера. Все. Вот ось скольжений. И скользит. Просто. Просто работаешь элеронами, работаешь элеронами. Ой, вообще синхронизировать ноги, достаточно сложно с руками. И начинающим пилотам я советую одно простое упражнение, веник. Можно сесть около камина, кафе, еще где-нибудь. А кто-нибудь планером управляет, Влад? Нет. А, возьми ручку тогда, пожалуйста. Видите, друзья, как устойчиво летает наш борт. Я вам категорически рекомендую упражнение веник. Можно сесть там у камина теплого, на удобном диванчике, на стульчике, поставить ноги, поставить какой-нибудь веник, ручку, метлу, что угодно, палку какую-нибудь. И дальше движения руками должны синхронизироваться с ногами. Ну, знаете, как у меня сейчас. Ручка влево, левая нога. Ручка вправо, правая нога. Нейтрально. Ручка влево, левая нога. Нейтрально. Ручка вправо, правая нога. Нейтрально. То есть, все время, когда смещена ручка, давится и педаль. В нейтральном положении нет. Смещена ручка, давится педаль. И все, его вот такими трым, 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 трым. Когда ходите, вы же махаете руками И об этом просто не думает человек Также и здесь через некоторое время У вас выработается автоматическое движение Нога, рука, нога, рука Это достаточно сложно достигается Но я, например, честно Давным-давно уже не думаю Как педали нажимать Просто нажимаешь и все И до этого нужно довести Потому что думать, какую педаль и зачем нажать Это абсолютно неверно Здесь просто доведение до автоматизма Процесса и соразмерность То есть чем сильнее ручка Тем сильнее педаль И есть нюанс, что Педали может не хватить То есть если очень сильно двинуть ручкой Педали может не хватить И вы можете как раз попасть Так изобрести Как Влад изобрел Такой замечательный режим На этой оптимистичной ноте Пишите, как вам понравилось Про что вам еще рассказать Нравится ли такой формат Ненавязчивого обучения А может будет достаточно Вот такого эмоционального Так сказать Рассказа О случившихся В прошлом И в настоящем вещах Мне кажется Эмоция Это самая яркая И самая правильная Что бывает И Наверное Это позволяет Передать вам Настоящие вот такие ощущения Вот что испытываешь Когда что-то происходит Там какой-то страх Вот как Много лет назад Когда впервые попал я В этот режим Или допустим Спокойствие Сегодня Когда я просто увидел Что нитка поперек фонаря Значит Я понимаю Это тоже самое скольжение Соответственно Я даже не сразу вывожу Я задаю вопросы Почему Значит Ногу не нажимаешь А Ногу не нажимаешь Потому что На ней усилие было Уже свернуло Руль направления До упоров В одну сторону Я сам сегодня почувствовал Какое усилие нужно Когда это все свернуто Приложить А давить вроде как страшно Вдруг что сломается Вот эти все эмоции Мне очень нравятся Я не претендую на Там Какие-то лавры Супер инструктора И так далее Я просто Рассказываю с энтузиазмом О том Что Чем сам узнаю Рассказываю это через истории Собственно Моя книжка Мечта летать Все время была написана Как раз в стиле Вот таких праведливых историях Которые закрепляли Какие-то ситуации Люди их помнили И потом В какое-то время Принимали Верные решения Вот Чего добавить в этом формате Может немножко формул Может немножко Более понятного объяснения Не такого Полусумбурного Как сейчас Но зато Это вживую Весело Мне не сложно Это отснять Я делаю самое главное Я делаю это с удовольствием А сейчас Разгоняемся До новых встреч Глубок уважаемые любители Летных видов спорта До новых позитивных роликов Эгегей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok